Подуй, оба руки, подуй, подуй, подуй. Скажи, в каком ты классе? В одиннадцатом. Тебя впереди ждут вступительные испытания, экзамены в школе. Волнуешься ли ты? Да, даже очень. Готова? Пока что еще нет. А читала ли ты новую образовательную реформу, которая планируется в Беларуси вестись? Я не читала, но нам учителя говорили, что будет централизованное тестирование. А ты за или против, чтобы оставили только централизованное тестирование? Наверное, против, потому что это более сложнее будет. Скажите, а помните ли вы свои вступительные испытания в университет и экзамены в конце одиннадцатого класса? Да, помню. Расскажите, волновались ли? Нет, не волновалась, так как знала, что спокойно все сдам, так как подготавливалась очень ответственно к ним. А слышали о новой образовательной реформе в Беларуси? Нет. Дело в том, что сейчас хотят оставить только централизованное тестирование, и оно будет считаться как и вступительное испытание в вуз, и как экзамены в конце одиннадцатого класса. Как считаете, это хорошо или плохо? Ну, я думаю, у нас только молодежь, которая будет больше радоваться за такое, наверное. А так, я думаю, что спокойно к этому отнесутся люди, как бы, в принципе, это хорошо. Пожалуйста, помните ли вы свои экзамены в школе? Помню. Расскажите, как они прошли у вас? У меня отлично, все хорошо было. Не волновались? Ну, немножко было, конечно, но все прошло замечательно, все знало. А читали ли вы о новой образовательной реформе, которая планируется ввестись в Беларусь? Да, я слышала, что теперь у нас что-то будет наподобие ЕГЭ, то, что будет на базе школы сдаваться, централизованное тестирование, да. Ну, слава богу, что я сдала, что меня сейчас не прошло, потому что, конечно, жалко школьников, потому что тяжело, тяжело на себя испытывать что-то новое. Вот сейчас планируют оставить только централизованное тестирование, да, то есть теперь это будет считаться и как вступительное испытание в ВУЗ, и как экзамены в школе, то есть два за одно. Это хорошо или плохо? Ну, вы знаете, мне кажется, что на самом деле нет смысла что-то менять уже, потому что, ну, как бы, все уже привыкли к централизованному тестированию, вот, поэтому, ну, не знаю. По-моему, лучше бы оставляли уже ЦТ и все. Вот, мне кажется, так легче уже понакатанно что-то делать, нежели вот, как бы, как на лучку. Волновалась, конечно, самым волнистым-то был историю Беларуси, потому что он устный, там, как бы, ничего не посидишь, не вспомнишь, поэтому, ну, да, это волнительно, но самым волнистым было ЦТ, конечно, потому что от него зависело, поступишь ли ты в УЗ или нет. Слышали ли вы о новой образовательной реформе? Да, да, знаю про ЦЭ. Мои отношения? Ну, я считаю, что если ведется обязательная математика, то это не лучший выбор, не лучший вариант, потому что многим не нужна математика, гуманитариям, филологам, поэтому я считаю, что это... Ну, с одной стороны, упрощают, потому что снижается количество предметов, это плюс, потому что меньшая нагрузка, а обязательно математика — это неверное решение, по моему мнению. В Беларуси планируется введение новой образовательной реформы. Слышали ли вы о ней? Да, слышала. Нам говорили об этом еще в школе. Вот. Ну, как-то очень мало информации пока что про нее. И теперешние школьники очень сильно волнуются по этому поводу, так как не могут нормально подготовиться. Вот, например, сейчас хотят оставить только централизованное тестирование, и оно будет считаться и как вступительное испытание в ВУЗ, и как экзамены в школе. Как вы к этому относитесь? Ну, с одной стороны, это меньше экзаменов, меньше волнения, и готовиться нужно к меньшему кругу предметов. Так что, скорее, положительное. Вот тебя ждет впереди вот 11 класс, экзамены выпускные. Ты как вообще настроен к ним? Я целеустремлен. Я знаю то, что мне это пригодится, то, что без хороших результатов вряд ли что-то получится, так что готовлюсь. Время есть. А слышал ли ты что-то про новую образовательную реформу в Беларуси? Да, с того года, которое, да, что-то я слышал. Дело в том, что сейчас хотят оставить только централизованное тестирование. Я был бы очень рад. Ну, так, но это должно сопровождаться, как я понимаю, обязательными 11 классами. То есть, после 9 я не смогу идти. В таком случае, да, почему бы и нет. Все равно у меня в планах не было уходить после 9. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!